Казанский университет Казанский университет Казанский университет контакты, которые привели к тому, что сегодня мы с вами проводим на нашей же площадке эту конференцию уже второй год. В этом году количество участников существенно вышло, чем в прошлые годы. Только с докладами заявилось более 120 человек, не говоря уже о почетных гостях конференции и делегациях из различных стран. Канады, США, Франции, Великобритании, Дании, Турции, Румынии, Венесуэлы, Индии и других. Одной из крупнейших делегаций по числу участников стала делегация Китайской Народной Республики, в которую, кроме ученых Юго-Западного нефтяного университета, вошли руководители компании Петра Чайна. Такой возрастающий интерес к данной проблематике не случайен. Многие российские и зарубежные компании в связи с увеличением спроса на различные источники энергии ведут активную деятельность по разработке и добыче запасов тяжелых нефтей и нетрадиционных углеводородов. А это весьма затратно, поскольку традиционные методы и технологии добычи тяжелой нефти зачастую малоэффективны, а в некоторых случаях и в целом непригодны, что влечет за собой огромные экономические риски и потери. Поэтому сейчас актуальны такие аспекты, как создание, тестирование и внедрение в отрасль новых инновационных подходов, которые позволят повысить эффективность и рентабельность разработки подобных месторождений. Сегодня Казанский федеральный университет является одним из ведущих вузов России, а по некоторым направлениям мира по поиску и разработке инновационных методов для нефтегазовой отрасли. Наш университет имеет большой опыт в области трудноизвлекаемых углеводородов, что подтверждается многочисленными реализованными и действующими проектами на месторождениях тяжелых и высоковязких нефтей Татарстана и Западной Сибири, а также рядом запланированных исследований за пределами Российской Федерации, Белоруссии, Колумбии, Румынии, Китая и на Кубе. С 2016 года нефтегазовое направление в КФУ получило мощнейшую финансовую и инфраструктурную поддержку в рамках реализации приоритетного направления, которое мы назвали «Эко-нефть» по программе государственной поддержки Российской Федерации. Нами было приобретено новейшее уникальное оборудование, созданные ультрасовременные лаборатории, объединенные усилия ученых различных направлений, прежде всего геологов, химиков, физиков, математиков, IT-специалистов, экологов и многих других. Именно благодаря таким исследованиям на стыке разных дисциплин сегодня и происходят реальные прорывы в науке, технологии и промышленности. Именно на этих принципах трансдисциплинарности, тесной межотрасовой и международной кооперации и основано функционирование указанного приоритетного направления. Мы благодарны нашим партнерам, которые поддержали проведение данной конференции, компании «Зарубежнефть», «Интел», «Партинструментс», «Мирока», «Сколтех» и особенно акционерному обществу «Татнефть», которое вчера предоставило участникам конференции возможность познакомиться с термическими методами прямо на месторождении. Мы благодарны за плодотворное сотрудничество нашим научным партнерам из разных стран – Китая, Турции, США, Канады, Колумбии, Франции, Румынии, Индии и, конечно же, Российской Федерации. С одним из наших давних партнеров, Ближневосточным техническим университетом Банкаре, мы сегодня подпишем договор о сотрудничестве, который, я думаю, станет основой нашего дальнейшего совместного развития. Благо, что президент этого университета, профессор Мустафа Кох, является сопредседателем Оргкомитета нашей конференции, и он сегодня здесь вместе с нами. Разработка экологических, экологичных, экономичных и энергоэффективных методов добычи – одна из наших главных задач, выполнение которой позволит обеспечить устойчивое развитие страны и региона, а также распространить наилучшие практики по всему миру через привлечение мотивированных студентов, аспирантов, молодых ученых из стран-экспортеров нефти, что особо важно для нас, как для учебного заведения. Желаю всем участникам конференции ярких и интересных выступлений, жарких дискуссий, плодотворной работы и хорошего времяпровождения на благодатной татарстанской земле. Я также хотел бы сейчас, с вашего позволения, зачитать приветствие участникам конференции президента нашей республики Рустам Нургалеевича Мениханова. Уважаемые участники и гости второго международного семинара конференции, рад приветствовать вас в Татарстане, одном из самых развитых регионов России, который неизменно ассоциируется с нефтью и нефтехимией. В нашей республике добыто более 3 миллиардов тонн нефти. Построенные успешно работают крупнейшие нефтеперерабатывающие в нефтехимические предприятия. Мы первыми в стране вышли на рентабельную полномасштабную добычу сверхвязкой нефти, используя самые новейшие технологии. Тема сегодняшней вашей конференции находит серьезный отклик в кругах специалистов, практиков, а также ученых России и всего мира. Мы убеждаемся в том, что идея подземной нефтепереработки получает все большее распространение во всех крупнейших нефтедобывающих международных компаниях. Среди наших гостей большие делегации, и дальше президент перечисляет все те страны, о которых я уже сегодня упоминал. Уверен, ваш настрой и стремление к диалогу позволят найти наиболее эффективные решения в области нефтедобычи и нефтепереработки. В то же время обмен мнениями будет способствовать дальнейшему международному сотрудничеству. Желаю всем участникам конференции плодотворной и интересной работы, а также надеюсь на дальнейшее сотрудничество с нашей республикой. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов. А сейчас я бы хотел с удовольствием предоставить слово для приветствия помощнику президента нашей республики, человеку, который как раз курирует данную отрасль, отрасль нефтехимии. Уважаемые гости, уважаемые участники семинара совещания, посвященного проблемам термических методов, внедрению термических методов повышения нефтедачи. Сегодня мы участники второго семинара совещания, семинара конференции. Я считаю, что это уже становится доброй, прекрасной традицией. В летом, в июне, собираться в стенах Казанского университета на татарстанской земле. Это один из центров добычи и промышленной разработки и внедрения промышленных методов добычи высоковязких нефтей. Я вижу в зале наших давних партнёров республики профессора Гаделя, профессора Мура. Это люди, которые на протяжении уже второго десятилетия идут, бог бог с нами, и поддерживают нас в наших начинаниях научных исследованиях. Выбор места проведения – Казань, Татарстан, Казанский университет – не случайно. Именно нефтяники Татарстана, учёные Казанского университета в середине 70-х заложили первые научные основы термических методов добычи, повышения нефтедачи пластов. Сегодня это первая точка в стране, в нефтяной промышленности, где нашли широкое промышленное внедрение, инновационные разработки, которые родились в стенах на месторождениях Татнефти в союзе с учёными Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. Тема очень актуальна для нас, для всей нефтяной промышленности Российской Федерации, потому что трудноизвлекаемые запасы – это базис и основа для дальнейшего решения сырьевой базы нефтяной промышленности Российской Федерации. Не секрет, это общая проблема, общая мировая тенденция повышения вязкости, повышения серы, увеличение плотности, ухудшение качества, снижение качества сырьевой базы углеводородного сырья. И от того, какими технологиями мы приступим к разработке, вовлечём эти запасы на благо человека, на службу человечеству, будет зависеть, в общем-то, и наше качество жизни. Я ещё раз по поручению президента приветствую вас, желаю успешной и плодотворной работы, и мы рассчитываем на практическое внедрение всех тех мыслей, инновационных технологий, которые будут рождаться на полях вашей семинара-конференции. Спасибо вам. Спасибо большое, Ренат Касимович. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово для приветствия президенту Брежневосточного технического университета, это город Анкара, Турция, сопредседателю Оргкомитета Мостафе Версану Кока. Пожалуйста, господин Мостафе Версану Касимович. Своими перспективами, взглядами на последние разработки тех методов, которые мы собираемся сегодня обсуждать, поделиться идеями, собранными со всего мира. Как вы знаете, все университеты, работающие в этой области, являются одним из наиболее продвинутых участков, там, где мы работаем с проблемой извлекания сверхтяжелых нестей, сверхъехтных нестей, и также практическим применением созданных методов. Наши международные семинары, в которых мы работаем, здесь достаточное количество хороших профессионалов, которые работают с большими компаниями, которые посвящают большое время моделированию, лабораторным испытаниям, а также практическому приложению методов, которые заявлены сегодня в заглаве нашей конференции. И, как вы знаете, мы здесь сегодня были, мы были в прошлом году на первом семинаре, и у нас было больше 140 участников из 44 различных организаций со всего мира. И еще раз я бы хотел сказать, поприветствовать вас всех здесь, и я надеюсь увидеть ваше следующее мероприятие, которое будет у нас проходить, тоже здесь, в городе Казань, я надеюсь. И, как президент нам сказал, мы сегодня будем подписывать соглашение с Казанским федеральным университетом, соглашение мы с удовольствием, поэтому здесь сегодня присутствуем, для того, чтобы быть здесь с вами, в этом хорошо известном и закровенном себе месте проведения подобного рода семинаров. И после этого соглашения, я надеюсь, что мы еще более тесно будем сотрудничать в области практических применений наших исследований. И я также полагаю о том, что этот семинар будет один из лучших семинаров по всему миру в этой области. И еще раз я бы хотел сказать вам добро пожаловать сюда, и я сам с удовольствием здесь к вам присоединяюсь. Еще раз я хочу поблагодарить организаторов этого семинара, профессора Дениса и моего друга Михаила, за эту прекрасную организацию нашего мероприятия. Большое-большое спасибо вам. Спасибо большое за и теплые слова, за приветствие. Сейчас я слово бы хотел предоставить для приветственного слова представителю компании «Татнефть» имени Шашина Марату Николдаповичу Амирханову. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Приветствую вас от имени публичного акционерного общества «Татнефть», который является на сегодняшний день лидером в России по скважине добычи тяжелых нефтей. Вчера во время экскурсии на Шалчинское месторождение, вы, наверное, могли в этом убедиться. В текущем году мы выходим на добычу 1,6 млн тонн, в следующем – около 2 млн тонн. И намечены дальнейшие пути развития проекта увеличения добычи нефти. Эта конференция уже стала, как уже говорили, традиционной, ежегодной и собирает большое количество специалистов как из России, так и из всего мира. Ни для кого не секрет, что структура запасов нефти ухудшается с каждым годом, и добыча, разработка нетрадиционных месторождений нефти, она становится уже обыденным делом. То, что вчера казалось экзотикой, сегодня – это уже обычная рутина. Однако основная проблема добычи тяжелой нефти, она как была, так и остается, это высокие затраты на подъем продукции, на закачку теплого. Какая же основная цель любой нефтяной компании – это, как ни странно, не получение как можно большего количества нефти, а основная цель нефтяных компаний – это получение прибыли при рациональном использовании природных ресурсов. Из прошлой конференции мы вынесли технологию использования катализаторов для внутрипластового апгрейдинга нефти, об этом уже говорили, которые, мы надеемся, позволят нам снизить себестоимость добычи. Сейчас уже ведутся работы по обеспечению господдержки и подбору скважин для испытаний данной технологии. В этом году желаю участникам конференции плодотворной работы обмена мнениями, знаниями, технологиями. И хотелось бы, чтобы итогом работы конференции стали предложения по снижению затрат на добычу нефти, намеченные пути развития новых технологий, новых знаний. Выражаю благодарность Казанскому федеральному университету за организацию конференции, правительству республики Татарстан и спонсорам за поддержку. Поздравляю вас всех с открытием конференции. Я надеюсь, это аплодисменты всем тем, кто выступил с приветственными словами. Сейчас у нас ожидается подписание соглашения между нашим университетом и Ближневосточным университетом, а далее кофебреки, начнется рабочая часть конференции. Если не возражаете, мы бы приступили к протокольному мероприятию. Михаил, пожалуйста, объявите. Ильшат Равкатович Гафуров и президент Ближневосточного технического университета Мустафер Санкок. Ректоров Казан Федеральной университеты Ильшат Гафуров и президент Мустафа Версанкок are welcome to sign the cooperation agreement. Прямо сейчас в рамках мероприятия состоится подписание соглашения между двумя вузами. Сегодняшнего дня можно официально заявить, что Казанский федеральный университет и Ближневосточный технический университет начинают плодотворное сотрудничество. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и президент Ближневосточного технического университета Мустафер Санкок подписывают соглашение о сотрудничестве с целью установления, развития и укрепления академического сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Ближневосточным техническим университетом. Ректор of Kazan Federal University Ильшат Гафуров и президент Мустафавер Санкок соглашение о сотрудничестве чтобы установить, разработать и усиливать академическую сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Мустаферным университетом. Продолжение о 21.07.2017 в Казанском федеральном университете. Продолжение следует...